Значит, Лена, Лена. Лена, 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 Лена. Трахнул ее, трахнул. Насчет самого интересного. Сразу ва-банк. Трахнул, полежал, как положено, и пошел чайку себе заварить. Возвращаюсь, она сидит, значит, такая расстроенная, как будто ее по груди, потому что мешалка проехала. Я спрашиваю, что значит такое? Она такая, ты знаешь, мне не понравилось. И смотрит на меня, как на кассира в супермаркете, как будто я ей фиелью обещал. А я ей ничего не обещал. Ну, как оно бывает? Подожрали, поерзали, чтобы скрасить ее демокреческого луча. Но так и вышло. И главное, непонятно, что конкретно ей не понравилось. Я не понравился процесс, обстановка, в принципе, структура мироустройства. Она не уточнила. Мы, в общем, расстались. И ты так молчаливо, хотел сказать, киваешь, но ты же не киваешь. Вадик, ты не киваешь. Ты так молчаливо смотришь и думаешь о свете, да? Ага. Да, ты моргнул, ты моргнул, я видел. Со света у меня вообще отлично получилось. Парк, мороженое, прогулки при луне, берег, реки высокие, превысокие. И обнимаю ее, кладу руку на грудь. А там размер, ну, третий, может, больше. Пойдем, говорю. У меня хата своя, наигриво улыбается. И мы идем по темному парку к автобусной остановке. Сейчас, милый говорит, только в кустике. Отойду, делаю шаг с дорожки и падает во враг. То ли трупы там прокладывают, то ли хрен их знает. Скорая больница до утра в приемном покое натрахался знатно, но не в том смысле, на которого рассчитывал, конечно. Ну, что еще ты хочешь? Хочешь на его унижение, да? Ну, ты же, Вадим, как антихотей, только не трешь, сколько не трешь твое пузико, бабла только меньше и меньше. А, ну да. Да, давай же. Давай же, ответь мне, давай, окей. Расскажу тебе самую постыдную историю. Ее звали Оксана. Оксана. Жуткая мужеподобная баба. Ей понравился, и она была сильнее. То есть выбора у меня было немного. Хотя, впрочем, был. Спасибо Иисусу за демократию. Я выбрал позу. Это был быстротечный роман. Она спереди, я сзади, там гадлельца не видно. Но занимательным это все равно было не назвать. Я был, ну, ты понял, как корабль в штиль. Мачта стояла, но парус не надувался. А плавание было... Надо было скорее заканчивать. Подступала цинга. И тут я увидел на тумбочке тюбик детского крема тик-так. Тик-так, тик-так. Как будто секунды с моими телами сокращали мгновение жизни. Я продолжал залебаться, но схватил тюбик. Скрутил крышкой с диким, думаю, переиграл даже. Криком нажал на тюбик. Крем прыснул ей на спину. Я просил спасибо, натянул штаны и сбежал. Она потом даже звонила пару раз. Спасибо детскому крему. И с тех пор я так и думаю. Все наши движения – какой-то бессмысленный тик-так. Но Лина совсем другое дело. Она своей рукой будто завернула этот тюбик детским кремом. Что я могу рассказать ей? Ничего. Именно поэтому я ее ценю и хочу быть рядом. Вадик кивает и встает, идет к окну и встает.